Май, день седьмой. 20 мая по новому стилю. Воспоминания явившегося на небе знамения честного и животворящего креста Господня. По кончине первого христианского благоверного и благочестивого царя Константина Великого, царский престол занял сын его Констанций, который уклонился в злоречивую ересь Ария, хулившего сына Божия. Тогда в посрамление злоречивых еретиков для уверения неверных и утверждения православных, во Святом Граде и Иерусалиме явилось дивное знамение. Во дни Святой Пятидесятницы, 7 мая, в третьем часу, на небе явилось изображение честного креста Господня, сиявшее неизреченным светом, сильнейшим солнечных лучей, что видел весь город, пораженный великим ужасом и удивлением. Это знамение креста, начинаясь над Святою Горою Голговской, на которой был распят Господь наш, достигало до самой горы Елеонской, отходящей от Голговы на расстоянии пятнадцати стадий. Широта крестного знамени соответствовала его длине, красота же его, напоминавшая подобие разноцветной радуги, была столь велика, что привлекала к себе взоры всех. И все, имел ли кто в руках какое-либо дело, находился ли в жилищах, оставив все свои дела и выйдя из домов, с вниманием и страхом созерцали причудное знамение. Потом все многочисленные толпы и иерусалимлен, исполнившись от этого божественного видения страха и радости, поспешили с глубоким умилением и сердечную теплотою в Святую Церковь. Все старцы и юноши, мужи и жены, притом и с бладенцами, также и безбрачные девицы, заключившиеся в безмолвии. И те, выйдя из своих жилищ, устремились туда же. И вообще всякого возраста и состояния жителей Иерусалима, странники и чужеземцы, православные христиане и иноверные. И все они единодушно громко прославляли Иисуса Христа, Господа нашего, Сына Божия Единородного, Бога истинного от Бога истинного, промыслителя великих чудес. Тогда неверующие еретики, враги и хулители Божества Христова, исполнились стыда, видя в явлении Креста таковую великую божественную славу и силу Христа Господа, самою действительностью удостоверившись в то время в том, что христианская вера есть правое, истинное и благочестивое, и предлагает верующему не от человеческой внешней мудрости изученные слова, но утверждается на откровении Духа Святого и Благодати, и засвидетельствована небесными знамениями и чудесами. О повествуемом чудесном явлении знамения Креста святейший патриарх Иерусалимский Кирилл известил посланием царя Констанция, увещевая его обратиться к православному учению. Ермий же, созамен, свидетельствует, что через это явление на небе Святого Креста весьма многие из иудеев и эллинов пришли к истинной вере и, приступив с покаянием ко Христу Богу нашему, приняли святое крещение. И все благочестно прославляли Христа Бога нашего, единосущного и сопресносущного Отцу и Святому Духу. Мы же, исповедуя неисповедимую силу Его, явленную Крестом, превозносим нашими благодарными хвалами Господа Бога нашего и поклоняемся подножию ног Его, Святому Кресту. Умоляя милосердие Господне, дабы во второе свое страшное пришествие Христос подобил нас узреть имеющее тогда явица знамение Сына Человеческого, Крест Святой, в радости и надежде спасения и им, как бы ключом, отверз нам двери Царства Небесного, как некогда благоразумному разбойнику рай и вчинил нас вместе с благословенными своими овцами вовеки. Аминь. Явление Креста на небе предвещало Церкви тяжелые времена, господство Арианства. Ровно 10 лет Арианство держалось на престоле в лице Констанция, затем сменилось богоотступничеством Юлиана. После Юлиана 14 лет покровительствовал Арианству император Вален.